На РБК УФА время самой актуальной информации. Мы вещаем из отеля Кранплаза УФА в студии Маргариты Гафарова. Здравствуйте. Субтитры предоставил DimaTorzok После белого цемента компания будет производить цветную тротуарную и фасадную плитку. Общий объем запланированных инвестиций составит 14 миллиардов рублей. На предприятии будет создано 220 рабочих мест. Когда завод выйдет на полную производственную мощность, то есть это 220-240 тысяч тонн белого цемента, то есть мы практически всю Россию можем покрыть этим белым цементом. Тот импорт, который сегодня идет, это порядка 65%. То есть опять же это и Турция, и Иран. Мы это будем перекрывать. И то 10 предприятий, которые есть в Подмосковье. Оборудование там уже устаревшее. То есть нужно модернизировать. Поэтому на сегодня рынок, если оценивать порядка 240 тысяч тонн ежегодно. Но строители у нас как бы на месте не стоят. Постоянно идет рост потребностей. Поэтому именно на сегодня момент, если предприятие начнет сегодня все это функционировать, мы можем закрыть полностью рынок. Подробнее о визите президента России Владимира Путина в Челябинскую область и Башкортостан мы расскажем в наших следующих выпусках. Инициаторы инвестпроектов, с которыми заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений, должны будут ежеквартально отчитываться об объеме вложений в проект. В ходе получения разрешения от органов госвласти, выполнения работ налоговых отчислений, требования утверждены постановлением правительства Башкортостана. На срок действия соглашения инвестору предоставляются гарантии по неувеличению ставок по налогу на имущество и на прибыль, вывозной таможенной пошлины, а также возможность компенсировать часть расходов на создание транспортной, энергетической, коммунальной, социальной и цифровой инфраструктур. На такую поддержку могут претендовать проекты стоимостью от 5 миллиардов рублей. Но для ряда отраслей экономики действуют пониженные ставки от 250 миллионов для проектов в социальной сфере, от 500 миллионов в экологии, АПК цифровой экономики и туризмы, от 1,5 миллиардов для обрабатывающего производства, аэровокзалов, общественного транспорта, транспортно-логистических центров. В Башкортостане на сегодняшний день заключено СЗПК в отношении проекта по модернизации трамвайной сети в Уфе. Объем планируемых инвестиций составит 27 миллиардов 600 миллионов рублей. В стадии проработки находятся еще три инвестпроекта, по которым возможно заключение федерального СЗПК в сфере здравоохранения и сельского хозяйства с объемом инвестиций на сумму 17,5 миллиардов рублей. Около 1 миллиарда рублей составляет задолженность организации в бюджет Уфы по арендной плате за землю. На сегодняшний день от должников в счет погашения просрочки поступило более 65 миллионов, сообщили в пресс-службе столичной мэрии. Речь идет о платежах, которые должны поступать в городской бюджет до 10 числа каждого месяца. Вовремя не внесли арендную плату несколько десятков организаций. В этом году было проведено в администрации Уфы 9 межведомственных комиссий, на которые были приглашены представители, учредители, руководители крупных организаций, имеющих задолженность. Большинство из них предоставило так называемую дорожную карту по устранению долга. И комиссия, если видела обоснованные причины образования долга, дает и давала предложение по реструктуризации этого долга в разумные сроки, но не более трех месяцев. В отношении же недобросовестных организаций, которые умышленно уходят от исполнения обязательств, будет применяться уже весь комплекс мер ответственности. В том числе будут расторгнуты договоры по аренде земли, отметили в администрации города. В Башкортостане за последние сутки ликвидировали 10 лесных пожаров. Сейчас спасатели заняты в тушении еще четырех. Три из которых в Хайбуллинском районе и один в Зилаирском. Об этом сообщает МЧС по республике. Общая площадь лесных пожаров составила почти 550 гектаров. В борьбе с огнем задействовано 85 единиц техники, более 200 человек. Это представители МЧС, противопожарные службы республики и волонтеры. Угрозы населенным пунктам отсутствуют. Переход огня на жилые строения не допущены. Сил и средств достаточно. Для усиления на место направлена аэромобильная группировка главного управления МЧС России по республике Башкортостан из города Уфы. При помощи беспилотных летательных аппаратов проводится мониторинг лесопожарной обстановки. Накануне из детского лагеря Аксарлак, расположенного на территории Хайбуллинского района, эвакуировали 69 детей и 10 педагогов. Возгорание было локализовано. С помощью спецтехники проложены минерализованные полосы, а также водяные противопожарные преграды. У нас в районе детского лагеря Аксарлак пожар приближается. Там встречают пожарные машины, цистерны, людские ресурсы порядка 60 человек. Техника Бурибайского ГОКа, Башбети и предприниматели сейчас минерализованные полосы сделали шириной не менее 40-60 метров. Предполагаем, что пожар не сможет перепрыгнуть. Как сообщает региональный Минлесхоз, в республике за 4 месяца зарегистрировано 259 лесных пожаров. 133 из них возникли от природных факторов. Это грозы, преломление света через стекло. 85 по неосторожности. Общая площадь, охваченная огнем, за этот период составила почти 3,5 тысячи гектаров. В Башкортостане за первые 5 дней сельскохозяйственной микропереписи опрошено 89 тысяч человек, что составляет 12% от общего числа респондентов. Всего будет опрошено 676 тысяч жителей республики. Также меньше чем за неделю учтено более 50 садовых товариществ, что составляет 2% от их общего количества. Всего в республике их насчитывается почти 2400. Кроме того, переписчикам предстоит опросить 800 сельхозорганизаций, 4000 индивидуальных предпринимателей, работающих в агропроме и крестьянско-фермерских хозяйствах. По результатам же переписи станет известно количество работников отрасли задействованных, земельных участков, поголовье скота. Напомню, в республике, так же как и по всей России, сельскохозяйственная микроперепись началась 1 августа и продлится месяц. Для ее проведения потребовалось более 86 миллионов рублей и более 1800 человек. Промежуточные итоги обнародуют в декабре этого года, а окончательные результаты – к концу 2022-го. Это были региональные новости. Оставайтесь на РБК. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...